В Анапе стартовала всероссийская акция «Окна Победы». В ней может принять участие любой. Для этого необходимо оформить окна своих домов фотографиями и рисунками, посвященными Дню Победы. Квешмобу присоединились и образовательные учреждения курорта. Акция проходит также и в интернете. Все подробности знает Руслан Душевский. Более тысячи белоснежных журавлей украсили окна сельскохозяйственного техникума. В акции «Окна Победы» приняли участие и педагоги, и студенты. У Алены Стариковой особое отношение к этому празднику. Ее оба прадеда сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Мы обязаны хоть как-то произвести какой-то долг нашей стране, тем людям, которые погибли и живы до сих пор. И мы должны хоть как-то доказать, что мы достойны этой победы. И карантин – это не помеха, как бы никак. Мы должны все равно помогать, в зависимости с карантином или нет. А это уже филиал Московского педагогического университета. На его базе действует целый отряд волонтеров – более 40 человек. Пока одни в составе выездных бригад поздравляют ветеранов с наступающим праздником, другие приняли участие в акции «Окна Победы». В окнах ВУЗа можно увидеть не только белых птиц, но и фотографии тех, кому мы обязаны этой победой. Сегодня мы смотрим на мир через окна, которые украшены символами Победы. То есть мы смотрим на мир через окна Победы. На мой взгляд, это очень символично, прекрасно. И мне кажется, что все должны присоединиться к этой акции. Уверена, что большинство окон в Анапе будет украшено к 9 мая. И мы тем самым будем говорить тысячу, миллион раз спасибо нашим ветеранам. Принять участие в акции может любой. И таким образом почтить память героев Великой Отечественной войны, не нарушая режим карантина. Этот проект существует и в онлайне. Для этого необходимо сделать фотографии оформленных окон и выложить их в социальные сети с хэштегом «Окна Победы». Руслан Душевский, Анапа, Регион.